здравствуйте в эфире 174 выпуск аудио дайджеста старт шеер меня зовут димаш изоидберг и сегодня в нашей виртуальной студии растянувшись на тысячу километров собрались два игрока редакции стратега никита дарова всем привет как дела давно не слышались вот это вот все вообще не жалобусь на самом деле прекрасно в ожидании второго аланвейка на следующей неделе у нас аланваки кайф а вот паучка я как-то пропустил паучка грозился серёга рассказывать на следующей неделе да я не скажу что сильно хайпую по пауку то есть первая часть мне понравилась моралиса я вообще не проходил поэтому решил по второго немножко подзабить но для интересующихся говорят что там даже озвучку завезли все таки а ты же да не только субтитры но и звуки удивительно в пауше в моралисе не было озвучки только сабы да насколько я знаю в турецком сторе у моралиса нету озвучки она в принципе есть если там найдете диск там по моему из польского региона есть озвучка русская ну короче поэтому в народном к скажем так магазине нету не было ну он сейчас я не скажу что все подрезали ценники уже кусаются достаточно сильно что начинаешь смотреть что вроде бы есть немножко подождает и диск там за 6000 не так уж много ну как это ну потому что это диск возвращаемся к временам русского псы на как ждем скидки и чего-нибудь такое не я паука тоже жду там диски когда будут по приемлемой цене там аля на новый год себе подарю первые меня типов коллегшин и дешевле можно потому что можно будет докупить и 2 как-нибудь на дисочке тоже лежал будет красивые потому что прямо на хваль будет ролик ну чисто я вот так по общим обзорам зарубежным посмотрел прям всем на вид все качественно сделали из того что и краем глаза видел но я лишь говорю на следующей неделе видимо серёга будем просить без спойлеров делиться впечатлениями по остальным играм ну в основном я потратил время на киберпанк одессе решил поиграть версии 2.0 как изначально я играл киберпанк еще на старте со всеми этими багами прикол и прочее его буду я его там когда даже еще полностью прошел и забыл как страшный сон ну потому что мне еще везло надо сказать и я почти не встречал прям каких-то критичных багов но приколов было да что еще на пекарне играл там уже более-менее все было да это я еще естественно компе играл сейчас ролика версия 2.0 все обновили там много чего переработали внутренние системы полностью перелопатили всю прокачку поэтому я решу прям с самого начала его прохожу а дополнение но но ну то есть сюжетно но происходит до финала но по факту если смотреть там по игровой прогрессии это как бы хай-энд контентом то есть если раньше был 50 уровень максимально сейчас 60 и вот это от 50 до 60 это все дополнение происходит а ну как бы снова игры ты туда нет но зайти сможешь но не выйдешь да типа того зайти сможете там на сают киберпротезов в одном из бы тебе расскажет про правила персего города и скажет где выход понятно и узнаешь я как бы думал у меня неплохой комп то есть у меня неплохая видеокарта с одной стороны это 3070 с другой стороны это 3070 но киберпан сказал нет у тебя слабая карта он прям совсем прожорливая но тут узнай жаловаться не на что как бы человек 650 нити айкой передает всем привет то есть просто для понимания на ну если по моему конфигу у меня там 32 гигабайт гигабайт оперы райзен 3 700 иксовые разогнанный и 3070 в принципе я могу запустить игру на максимальных настройках графики с рейтрейсингом среднем и длсс и у меня будет ну так порядка прыгать от 30 до 40 кадров ну как на консоли кто красивее должно быть как на консоли должно быть по идее красивее нет это очень красиво там есть еще фишка там есть какой-то продвинутый рейтрейсинг с искусственным интеллектом с реальным просчетом отражения прямо очень мощным но туда лучше в общем вас там по моему там по моему в принципе для его запуска 4 линейка ну тем более он с другими не работает и там он прям дико прожорливый судя по всему ну понятно апдейт 0 и сделали оля x2 характеристики и требования такой знаешь привет крейзис но по это еще бенчмарк надолго будет то есть нет красиво все плане картинки изумительно ну отсутствие багов до радует новая прокачка радует она стала более логичный что ли вроде как я понял еще физику машин поправили территория похоже на машин это похоже на машины из закрыл ну то есть так же плохо лучше чем было но это как блин это не гонки физика машину утюги на колесах уже сойдет по что было еще хуже как по нему изначально было хуже даже чем в очагах 1 до изначально с машинным было прям печально что уже сейчас это это нормально то есть ну так по абстрактному моему мнению и тут на уровне первого закрыл вот где-то близко к сниму нормально это нормально так то когда подобная физика там 2 watch dogs тоже схожи будет по физике машин ну и как это общее общее скажем так впечатление от апдейта ну мы наконец-то дождались релиза не прошло и три года да ну на самом деле короче можно тире и оля докупать на скидонах и наконец-то играть кто не играл да или кто забыл кто не поиграл либо забросил апдейт очень хорошие то есть да это теперь играбельно теперь многие вещи бесящие раньше это все убрана и поправлено супер супер ну вот берите на заметку кто откладывал у кого может диск лежит там же апдейт бесплатно заканчивается сидела хотя бы апдейт но хоть что-то да в нашем мире бесплатно еще вот ну хорошо хорошо а чё еще чё еще заканчиваю с и шином like a dragon и кудрищика обзор где где обзор будет естественно сильно отличается ps3 версии начнем с того что я в ps3 версию не играл он вообще как бы был он ли японский рынок изначально поэтому я туда даже не совал не но мало ли как бы ну как вроде как это заявляется что это ремейк на типа то есть и под заголовок то уже новый никуда like a dragon но по факту это скорее ремастер даже так ну как на графика него подтянули хорошо ну изначально игроков игра четырнадцатого года и она вышла где-то вот рядом с якудзой зерва поэтому графически да она лучше то есть прям ну красиво где то ну по-моему это уровень кивами ну вот я как думал да как кивами просто сделали по сути и надо накидали всякого да графически это уровень кивами второй но игромеханические все механики старые то есть в кивами они много механик поменяли переработали здесь они это все вот на уровне зерва там осталось ну такие архаичные вещи там каких-то телепортов нету удобных что-то таком с другой стороны здесь город кио он меньше чем кому роча сама игра не такая крупная по объему получалось то есть там даже несмотря на то что там та же платина такая же задроченная вот как именно в старых якудзах когда надо выполнить сто процентов completion листа и это не тот completion лист из последних частей а вот из самых тех первых кто играл и выбивал знают какое-то от задрота плане проведенных часов он здесь меньше то есть он здесь такой же но по объему он меньше сильно но я на диске все равно куплюсь будет не в коллекции надо в остальном английской звучке не завезли ну как бы нахер на ну там тоже по колориту это же суд за проходит с английской ручкой не но она хорошая но немного не то все равно ни в одной из частей она не могла не пить она не была лучше японской это да это факт ну и тем более вообще вот сам весь антураж это очень странно ну ты честно мой взгляд но как минимум выше не уж точно это странно и ну и тех кто там возможно думал а вдруг нет субтитров здесь русских нету только английский это вам не основная линия скажем тогда ну остается надеяться что там следующей части но восьмерочки там же продолжит продолжат там кирюша будет все дела и тушь их любимчиком хорошо может завезут сабов но хотя бы через год пускай завезут как с этим как седьмой но в остальном это спин-офф то есть он никак не его килоем образом вообще даже близко не связан с основными похождениями кирю то есть это это не ихние предки ничего нет там взяты реально существующие исторические личности и условно большинство героев которых мы встречали в номерных частях скажем таких играют играют роли этих исторических личностей ну да условно они там плюс минус схожи по типажам то есть как если вы не играли раньше в серии якудзо пофиг но зайдет игра сама по себе как неплохая точка входа даже будет хотя на мое мнение zero более лучшая точка для входа в серию если играли но это море фан-сервиса будет тогда то есть прикольно там сидишь как в меме леонардо дикаприо там кто-то появляется такой вот это он я его знаю вам откровенные шины если в плане фан-сервиса подходить то он на голову лучше чем было вот с зомби ами у них ответвление это какое-то оно мне показалось скучным унылым но зомби армии такое себе то есть я его так мелком задевал мне не скажу зашло здесь же да вот этот есть фан-сервис сама история на полноценная как в остальных якудзо то есть все вот это все наполнение кинематограф интересный закрученный сюжет тут все вот это есть но в обертке того времени это значит до разряда кто хочет познакомиться с серией якудзы но не влезать в основную как бы линейку вот-вот можно познакомиться с механиками с приколами вот со всей вот этой фигней со спецификой ну опять же механики здесь то познакомиться а потом уже будете вновьё вновьё если хочется попробовать а что это вообще такое то есть вот эти все приколы то есть там вот эти кучи мини игр которые там могут отвлечь больше чем основной сюжет это все здесь есть она все сделано не хуже но концентрации даже не концентрация скажем так время затраты на эту часть будут сильно меньше чем на остальные ну и опять же кто поиграет потом когда доберется до трилогии которую переиздали уже не так сильно будет плеваться ниже ничего толком не меняли вот как раз таки вот эти все механики на месте 3 4 5 это да это боль ну это старые игры да когда тебе дают за рожку первые две кивами потом херок возвращают тебя на ps2 ты такая как зачем да почему такого не знаю я такого не умею это немного это сбивает как бы да поэтому будете частично даже готовы вот но ну здорово здорово она знаешь как бы главный плюс и шина что он теперь вышел за пределы японии потому что это было прям задор и фанаты на самом деле очень насколько знаю там прямо петиции когда ходила типа выпустите выпустите его ну через десяток лет пожалуйста играйте гешталь закрыт дождались кто ждал но здорово ждем это обзор да будет обзор гид ноги прям низ но там объемы довольно таки все равно большие ну ну что ханкой естественно я обдейт уже ходил диск лирийца слышь нет по сюжетам говорить не буду то есть там новый ивент у нас завезли большой ну в общем это покемоны чисто потом говорят отсылки прям на все что можно по покемоновой теме прям 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 на все там отсылок много это факт тоже турнир покемонов условно их тренер ну тут эфирные духи в общем тебе дают поиграть за управлять противниками но это прикольно да это забавно выглядело еще не добрался тоже это прикольно побывал на ивенте ну как ивенте ивент это у нас только москва и питер закрытая вещь да условно кто не знает ханкой сейчас проводит коллаборацию с додо пиццей и продает скажем так тематические комбо наборы по моему на этих выходных будут еще несколько тематических кафе но это только москва и питер к сожалению я не там поэтому ограничился просто покупка себе пиццы с наборчиком там билетик у нас у тебя хоть шота у нас вообще ничего только можем смотреть картинки хоть что это у нас начали их продавать если не ошибаюсь два дня назад там там регида чаще за день я не знаю да я не знаю сколько завезли вот этого мерча в части пиццерии у нас уже закончилось в итоге куда и приехал изначально после работы с днем еще смотрел заказать было можно вечер приезжаю нет ну ладно поедем на другой конец города туда где есть может быть завезли нормально но есть хитрые типули которые он по пауляма выкладывает предложение на авито не исключаю поэтому вариантов уйма кстати по поводу вот именно мерча который во всех городах где в принципе додо представлена это там идет билетик такой голографический с промокодом на ништяки внутри игры вот по поводу билетика он реально клёво сделан то есть очень качественная штука голографический не знаю зачем ну типа как закладка да прикольно окей просто красивенько чё бы нет да красивенький качественно выполненный даже заморочились голограмма ми хуё на этот промокодик дали промокод он напечатан прямо на билете под защитным своим то есть стираешь и применять и что дает только билетик и тут по сути дела чё там в на в этот комбо набор входит это входит средняя пицца билетик и напиток стоит это удовольствие 899 значит только в тематических дает еще вот эту вот блямбу металлическую и стендики там да на тематических днях там по идее еще значки дают и актриловые стенды персонал ну понятно кому повезло тому повезло ну на самом деле михаил очень много ивентов таких коллабов проводит по всему нам кучу там starbucks фишки и прочее просто у нас с этого нету в россии в частности они к нам заглядывают но до этого все ивенты проходили только в москве питере то есть не было какого-то коллаба который распространялся бы на большую часть но прям до согласен все было а тут еще немножко хоть хоть и немножко но расширили прям не полный функционал но тем не менее если там кто смотрел за соцсетями как это все начиналось особенно в центральных городах там прям бешеный ажиотаж был сколько из них перекупов оказалось ух-ух я чередей бы таких не было как оказывается если пришли те кому это надо не перепродать на самом деле думал там 80 процентов пришли те кому надо ну перегублено ну а это на это куда без них там я уверен половину этих объявлений на вида это вообще от персонала до до пиццы исключено ну ладно не будем о плохом сам по себе ивенте клевый мерч прикольника кто смог то то тому ну как бы поздравляем их за рады за вас по завидуем белой завистью пути чтобы все на ты отстрелялся так все стрелочки переведены ничего себе у меня другая у накидаю ой ладно чего у меня у меня этот я добил ну короче грандиозные события первое это я зашел в ханка и забрал там платину не один из первых уже 17 по моему был к этому времени но тем не менее автоплате на это всегда приятно это края то есть ты взял 17 по моему еще не как тебе не пришлось добивать ничего чуть-чуть пришлось этих птичек не собирал этих там короче семьи птичек доставщиков короче они такие али 7 грехов или типа вот их на вода собирано да а так все странно у меня как раз оставалось птички куклу герты и чет а потом какой-то рэп прослушать и из поселения в мегаблоге и чё-то какая-то еще одна а сбор плакатов не ну вот вот у меня только птички я на них чё-то подзабил так вот их добил и все да и все все остальное уже было ну понятно что этот пак диусишный ну скажем так обновление там-то понятно и виртуалка еще не пройден и прочее то есть здесь с одной стороны платина проще чем в геншине ах ну потому что нет вот этого прикола как там бы пройти и бездну аналог то бездны тут есть но проходите не требуется закрывать да по крайней мере для трофеев с другой стороны здесь намного больше вот этих ситуативных ачиво исследовательских до которых меньше не не было ну ну да не было особо да даже которые добавляются апдейтами они немножко не такие но в любом случае не все просто все несложно в интернете уже миллиард этих чокуда кого поэтому из изи платина скажем так для тех кто играл так вообще по мелочи нужно добивать перенос прогресса очень хорошо сделан потому что в этот раз ты просто заходишь и играешь дальше на пппс 5 ну собственно да если у вас аккаунт уже подвязанный после геншина вообще как бы скачали зашли все автоматом под да да она чекает именно какой у вас psn айди привязан уже к михуевской этой учетки и он просто просто такой здорово я захожу потому что во времена геншина там все было очень сложно сначала было только psn отдельно потом они приделали еще одну фигню там сказали сдавайте еще раз регистрируйтесь на новую почту на которой у вас не было вот там вот теперь у вас будет как бы psn туда все делайте был длинный путь у них для синхронизации между скажем на компом телефоном и консолью но они справились в этот раз все прям гладенько прошло прям радую я конечно может ошибаюсь но насколько я знаю здесь одна из лучших синхронок красплатформе вообще моментально все типа заходи с любой другой сразу продолжаешь на том же месте где остановился это и помимо того что лучше чем геншине сделано вот даже виртуалки проходишь или прочее она тебе прям запоминает практически на том месте где ты остановился никуда тебе не выкидывает то есть но классно в этом плане вообще кстати можно много рассуждать насчет геншин ханка и в плане того что в ханка и все намного более дружелюбно к даку на в плане удобства все удобней намного хотя компания вроде тоже но команды разные работают какой разный подход внутри однако как там там же говорят что ханка это любимое детище ниху конечно ну вот такая вот история с платиной вот вот тут в поезде так что все клёво а вторую я додушнил я дособирал наконец-то пазл квест этот грёбаный платина в нем выбита это такая душнина сколько что его проходил ну я проходил там оставал же там штрафеи вот нет вот в общей сложности в общей сколько там по-моему написала у нас на сайте 171 день по моему что-то в этом духе без перерыв не ну конечно перерывами потому что там стык какая фигня в итоге получилось а чтобы докачать же вот оружие до 50 уровня там 45 по 50 и нужно собирать помимо реликвий ну их их можно ладно еще там за гемы скрафтить либо не тебе там выпадут и может он переплавить их туда и сюда это проще чем второй ресурс этого такие сиделы для каждого там вида оружие ну короче для аксессуаров кто будет вдруг кто хочет выбить для секса аксе а сексуаров самые дешевые по цене в магазине за гемы это такие они не синенькие на бирюзовенькие больше короче для каждого уровня их нужно там по 2 штуки в итоге их нужно помню собрать 16 в итоге у тебя два варианта ну окей 3 но 3 расскажу позже два варианта раз в неделю за 30 тысяч голды ты можешь купить рандомно тебе может быть выпадет один из вот там для оружия для аксессуаров для прислужников ну вот короче один из выпадает раз в неделю за 30 тысяч внутри игровой валютки и как я вычислил раз в среду короче каждую неделю в среду она продается в размере одной штучки в магазине за вот валютку ее можно соответственно выбивать там перепроходя историю разных персонажей прочее а собственно тебе вот нужно их насобирать вот аж 16 штук или типа того и это очень долго потому что ты короче две штуки в неделю при должной удачи можешь фармить то есть нужно сколько недель 4 на 4 4 на короче математике вступайте в клуб где-то короче полгода тебе нужно на это все дело а либо ты можешь пойти попробовать подонатить будет быстрее но подороже заносите деньги короче это несложная платье на она вот просто душнильная потому что упирается вот вот в такой гринт и просто в ожидании опять же либо очень дорогая ну ты кстати сейчас уже не вспомнил мне такое ощущение они ну по моему конкретно зайти вот тупо купить их тоже прям не получится потому что там то ли рандомные события происходят ну типа продажа то ли чо то есть просто так знаешь купить за эти 16 штук банального тупо залить бабла там тоже так вот не получится просто как-то их тоже надо было вылавливать насколько помню но anyway бабла можно закинуть на то на сё на пятое на десятое ну типа аля ускорить в целом платина простейшая просто очень очень душно знаешь как это чем-то похоже на for honor но там было пару трофеев которые на удачку и на скилл но вот глобальная вот этот вот пережить сколько там сезонов до поучаствовать в трех сезонах или тип того вот она тоже растягивалась там чуть ли не на год потому что сезон и по три месяца насколько помню длились и вот тебе нужно было таких три проскакать ну как for honor я брал платину ну я чё-то не заморачиваю себя просто периодически заходил пару матчей играл себе удовольствие все мне почему-то все вот это больше напоминает взятие платины в raymond legends ну блин что-то есть смежно но время не опять же нужно приложить усилий ну на порядок порядок больше а здесь ты просто заходишь такой а ну сегодня я вот это вот соберу немножко дейликов для кристальчиков сделаю ну в принципе ждем среду ближе к субботе ты такой а ну голды не хватает часа вот тут тут это туда-сюда немножко сундуков типа вот тридцатка есть все забиваем типа до среды вот как бы в итоге приходит вот к такому поэтому ты там два раза в неделю грубо говоря заходишь на пару часов дофармливаешь и и все и забиваешь ну да в реймане я допустим брал платина что-то тоже по количеству дней больше ста шестидесяти но это надо было заходить каждый день чтобы выфармливать там ну буквально два забега сделать все кубки получать и вот уровень крутизны докачать не там все-таки не соизмеримо знаешь что ты просто тупуешь налегке а там время не надо было постараться вот так ну и всего все это вот все что я могу вам рассказать ребята так что давай это того закругляться и так на три недели он же 28 минут порежется на сколько-то хватит норму перевыполнили короче опять не нравится мне но надеюсь нашим слушателям нравится наша болтовня вы там чё-нибудь пишите майкуйте прошлом видео видео комментарии пальчик вверх поставил сердечка залепил так что давайте комментируйте нам очень важно ваш фидбэк вам не сложно нам лайкосики при привитосики коментосики вот это вот все в стиле егора буду сегодня говорить немножко может быть он еще как-нибудь забайтится заглянет к нам все если вы там понапишите всякие хитрости он забайтится быстрее отвечая он такой компанейский это проверенный метод ладушки тогда будем закругляться так как ну ты понял да все язык уже просит спать короче всем напоминаю не забывайте заходить к нам на сайтик на нем всякое происходит обзорчики появляются материальчики тоже всякие разные крутятся заходите пишите ваши комментарии он еженедельно даже никуда не делся делитесь своими впечатлениями тоже за недельку всегда рады почитать вот что у нас еще twitch youtube там как всегда плюс минус что-то появляется егор там иногда вылазит у меня пока возможности нет может быть обзорчик от меня какой-нибудь получится в ближайшее время видео кому-то вроде нравится надеюсь вот дальше у нас vk telegram там егор всегда на страже добра и справедливости и постит всякое разное тоже заглядывайте подписывайтесь ну и напоследок яндекс дзен говорят приятный функционал пользуйтесь кому интересно кому удобно тоже всегда рады все всем хорошего настроения играть хорошие игры всем пока всем пока а а